Демо-сцены. Демо-сцены. Не-не-не, погоди, а как мы будем смотреть, если Володя выдаст нашу карту? Зачем? Нам надо смотреть демо-сцены и как-то их... каким-то образом их коммутировать, видимо. Комментировать. Здравствуйте. Дело в том, что мы смотрим сейчас на картинку загрузки. Это понятно, чтобы проходил фестиваль, которого мы долго ждали. Долгожданный фестиваль? Да, конечно. Дело в том, что мы сейчас... Что-то отключили. Тебя отключили? Нет. Сидим... Шумит твой микрофон. Возьми вот этот. Я-то думаю... Спасибо большое. Давайте поговорим о демо-сцене. Она честно экране, она хорошая, красивая и прекрасная. Ну, как всегда. Вот. Ну, далеко не все. Далеко не все это... Да, теперь нет. Вы знаете, у нас человека отключили, самое главное. Поэтому, буду говорить я, говорите. Микрофоны для нас не главное. Да, это совершенно верно. Да, это правда. Да, подключили тебя? Ну, я не знаю, как-то с шумами, с какими-то, но не важно. Не важно. Мы же здесь не ради того, что именно мы говорим, а... На самом деле, мы собрались для круглого стола, хотя он совершенно не круглый по геометрической такой фигуре. Нету стола? Представь, это виртуальный стол, действительно. На самом деле, нету, да. Но говорить мы будем о чем-то, да? Да. Да, определенно. Мы будем говорить о виртуальности нашего мира, либо о демосцении виртуальности нашего мира. Это два разных момента. Нет, мы говорим о виртуальном искусстве. Совершенно верно. Давайте говорить о виртуальном искусстве. Демосцена, что это? Как это? Где это? Ну, я думаю, что это для каждого свое. Ну... Я думаю так. Ну, я как музыкант скажу, код лучше всех, но музыка лучше графики. Вы со мной не согласны? Музыку можно услышать, чем... Ну, лучше, громче проиграть. Музыку ездите... Я извиняюсь, ездите в метро, в такси и во всем остальном. Там играет музыка. Радио, не радио и все остальное. Вы не смотрели графику, не смотрели коды. Поэтому... Музыка лучше всего. Так, я не понял. А... Музыка бывает разная. Вот Вивальди, Бах или Шостакович? Я не знаю, этот не работает. Есть мнение. Мы его послушаем. Говорите. Ага, так вот я спрашиваю. А какая музыка? Вивальди, Шостакович или Бах? Для нас, Вивальди, Шостакович или Бах, были, естественно, своими принципами написания музыки в трехканальной Ай-Игрека. Мы здесь спектрумисты, естественно. Коммадора у нас не было, Амиги тоже, но мы всегда кричим. Амига! И поэтому... Для нас это все важно. Ага, ага, ага. Подков прошел. Я прошелся про всем и про всех. Музыка, Вивальди и все остальное для нас не важно. У нас есть свои, как сказать, отцы и деды. Это вот музыка Вивальди, она в основе своей сделана была для скрипки, а у скрипки всего четыре струны. Через квинту? Через квинту? Я вас прошу представить. Имя, фамилия? Ой, я забыл, как меня зовут. А, как меня зовут? А, не. Что вы сделали для демосцены? А лучше всего... Лучше всего вам сказать. Алексей, Алексей, но я на самом деле хочу просто вернуться к первоначальному разговору. Ты сказал, что для тебя демосцена – это музыка, но для меня демосцена не может быть не комбинацией. Это комбинация аудио и видеоряда, то есть... Я к этому вел. А, я к этому вел. Мы прервали тебя. Конечно, не только для меня, для всех людей демосцена является именно написанием демо, интро. Ну, в каких-то именно номинациях это уже не важно. 64 клуба – это 16, 4, Full Demo, Spectrum, Commodore, Amiga, все остальное. Совершенно верно. Это всегда единое целое и для нас это демо. Что такое демо? Роман, возьмите микрофон. Демо, демо. Так, так, вопрос был в чем, что такое демосцена, да? Да, это основной вопрос. Что есть демосцена для каждого из нас? Вопрос больше. Для меня это больше относится примерно такое, что такое жизнь. То есть вот настолько это глубокая тема в плане того, что она может быть разносторонней, то есть у всех жизнь там разная, у всех демосцены они разные, соответственно. Ну, как бы, что нас объединяет – это, естественно, любовь к компьютерам, любовь к творчеству. Ну и, как бы, можем сказать, что это больше творчество. То есть это такая творческая составляющая, которая, ну, в качестве хобби, то есть это вот абсолютно оторванная от жизни такая вещь в себе, которую даже трудно куда-то применить, ну, в плане только что, как бы, заработывания опыта такого собственного. Антон, а давай разделим рамки. Есть любовь к компьютерам. Сейчас, на самом деле, много людей любят компьютерные игры, которые, ну, распространены и играют приставки, там, игры и все остальное, консоли и все. Ну, приставки, игры, то есть они приставлены много. Ну, на самом деле, но что эти люди сделали просто на этих компьютерах? Они просто взяли, их купили, сели, поиграли и все. Имеется в виду потребительское отношение. Совершенно верно. Прошу прощения, есть ли люди, которые на компьютерах что-то разрабатывают? Конечно, есть, их множество. А, как мы здесь сидящие, а есть домохозяйки? Да по барабану, как эта самая машина ездит, главное, что она вот ездит. Для нас машина работает, она совершенно, для домохозяйки, главное, пылесос плохо работает, значит, она купит себе мощнейший. Для домосценера он купил себе спектрум, он мощнее работать не будет, он будет просто работать, как он работает, и он будет писать под него программу, либо демпу, либо игру. А перепрограммировать этот пылесос, чтобы он кошку обходил не по лево, не слева направо, а справа налево, и только по часовой стрелке, это уже домохозяйка не сможет. На самом деле можно задуматься, конечно. На пылесосе есть кнопочка, которая делает его мощнее, либо меньше, то есть это наши мегагерцы, допустим, я так говорю, 3,5, 5, 7 и 7. Прошу прощения, прошу прощения, мерить производительность любого компьютера в мегагерцах, это из области домохозяек. А что, говорите о террафлопах каких-то? Так, ребята, давайте сравнивать производительность, не знаю, паровоза, Камаза, Жигулей, Мерседеса и чего-нибудь еще, BMW, Ferrari, Rolls-Royce, по количеству оборотов на четвертой шестеренке в коробке передач. На самом деле интересный вопрос. Это будет абсолютно бредовое... Не, ну почему бредовое? Посмотрите, советские железячники разработали компьютеры БК, которые... Окей, я советский железячник и один из разработчиков советского компьютера БК. Слушаю внимательно. Совершенно верно. Вам был неинтересен этот момент и прогрессивность спектрума в свои годы. Конечно, было много моментов, когда можно было взять, грубо говоря, процессор, который разработал Клайф Синклор. Кто разработал Клайф Синклор? Кто-кто? Не, он компьютер разработал, я имею в виду. Кто-кто разработал еще раз? Компьютер разработал Клайф Синклор. Сейчас он занимается велосипедом, и это понятно, это все знают. Не понял. Не понял, кто разработал процессор для ПТП-11. Сдекспектрум? Клайф Синклор? Для ПТП-11? Но не Билл же Гилберт. Это из которого сделали БК. Причем из БК. Я к чему веду. БК вы разрабатывали сами, понятно, с вамими программистами, с железячниками и всеми остальными людьми. Стоп. Смоделировали на своей элементной базе. Мне интересно, у вас был госзаказ, либо свой интерес как к программированию, либо разработке компьютера. Зачем вы это делали? Расскажите, пожалуйста. А меня мама пинками загнала. Вот у меня после окончания школы было размышление, куда идти. Либо на химический факультет университета, либо на чего-нибудь электронное. Мама меня пинками загнала, чтобы чего-нибудь электронное. И загнала в Ленинградский орден Ленина, электротехнический институт имени Ульянова Ленина. У меня глазки тоже раздвоялись. Лати имени Ленина. Дальше у меня глазки раздвоялись. То ли радиотехнический факультет, то ли факультет автоматики и выселительной техники. Радиотехнический, это понятно. Это я дома что-то радиолюбитское поел. Это я понимаю. А факультет автоматики и выселительной техники. Ой, чудо какое-то страшное. Нет, но вопрос в том, как появился БК, да? Ты задал именно этот вопрос? Как появился БК или для чего он разрабатывался? Мама меня туда пинками загнала. Мама мне сказала. Помните, как старый анекдот? Девочка в магазин приходит, мама сказала бетон сметаны. Мама сказала деньги в бетоне. Вот приблизительно вот так. И вот таким вот образом появился БК. Мама сказала, что надо идти работать на кафедру. А первого сентября на первом курсе прихожу на кафедру. Ну то есть ощущение, что БК появилось просто потому, что... БКшки еще не было. И в 18-м первой серии... Да. Секунду. Что вы для этого брали, для разработки компьютеровского... Короче, я пиндюрюсь туда, и только через полгода... Ну это солнце или луна, или понятно. Я уверяю, что мне оказывается за еще деньги должны платить. Так все же... Хорошо. Вы разработали БК. Что вы от этого поимели? Какое было у вас чувство после этого? Были вы ли рады этому? Или вы были недовольны этим компьютером? Расскажите, пожалуйста. Я не разработал БК. Я был один из участников разработки. У меня чувство было... Очень матерное. Потому что взяли хороший компьютер ДБК. То есть до этого была какая-то разработка? ДБК, да? Да. Вот она правда. Были PDP-1103, PDP-1123. PDP-это что? Расскажите подробнее. Это Digital Equipment Corporation. Америка. Город Мейнерд. Штат Массачусетс. Первые мини-компьютеры... Ну, вернее, я до того... Сначала работал с компьютером PDP-8. Они в советском... Советские клоны выглядели. Электроника-100 и... Компьютер Саратов-1, Саратов-2. Потом PDP-11, это SM-3, SM-4, SM-14-20, электроника-60, ДБК-1, 2, 3, 4. И на том же самом процессоре совместимая система команд. Вот БК, который можно посмотреть. Вон там, в 5 метрах от меня. Да, я видите, стоит он. Мониторная продукция, конечно, Советского Союза, она... Штат лучшей, естественно. Но вот эти компьютеры... Причем сейчас самая БК, которая там стоит. Питается от моего зарядника-телефона. Потому что у нее родное питание сдох. То есть вы хотите сказать, что вы родоначальник мобильных телефонов? Или так? Нет. Я просто сюда принес свой зарядник. Ага. Чтобы построить эту самую штуку. Но вы знаете, в итоге... Браво, он большой. Браво, потому что разработка компьютера российского... Вот когда мы разрабатывали... Советского, так сказать. Это большая вещь. Поверьте, мы очень рады этому. А в Союзе была разработана вот эта самая 18.01 серия микроскопа. Это не копия. А можно еще вопрос? Это в тему будет. Как вы относитесь к тому, что на этом компьютере сейчас разрабатываются игры? Как мы понимаем, демосцена, вот эта вся там интро, там демки. Как вы относитесь к тому, что люди в итоге делают сегодня программы на БК? На этих самых компьютерах, которые разработаны 30 с лишним лет назад. Я с большим интересом отношусь к тому, что вот эти компьютеры, которые стоят в той же БК, вот, 5 метров. Да, они стоят здесь сегодня. Конечно, рабочие варианты все это. Да, рабочие. И мне даже было смешно, когда запустили эту БК, а там на ней первую программу запустили. Оказывается, я ее писал. Да, вы знаете, я помню, сегодня с вами подошел туда, вы смотрели на, как разработчик. Я скажу вам, ребята, вот этот человек смотрел на БК, он перевернул клавиатуру. Можно я расскажу? Это не клавиатура, это весь системный блок. Просто печать, вот этот оттиск, оттиск и сказал, это оригинал, это совершенно вот разработка моя и все остальное. Понимаете, я просто увидел человека, который знает, который знает разработку вообще, вот всю систему. Я просто заткнулся, на самом деле, и на самом деле охренел. И очень, очень, очень было приятно вот это видеть и слышать. Человек вращал вот это вот на своей руке и говорил, как о своем детище просто. Поэтому вот так вот, пожалуйста. На самом деле, мне действительно интересно узнать, ведь когда был этот заказ изготовить компьютер БК, явно никто даже не думал о том, что... Рассказываю, это было постановление ЦК КПСС. ЦК КПСС не знало, что создает демосцену. Не, нифига. ЦК КПСС все знало. ЦК КПСС, было высказано, что в Америке начали производить крокодилы под названием персональные компьютеры. Но при этом... Нет, конец ими сеток, начало восьми сеток. При этом в Америке производить... Мяу, не надо меня перебивать. При этом в Америке в это время производилось массовым тиражом процессоры восьмибитные, заточенные не под строительство компьютеров, а типа с электронным управлением стиральная машина, с электронным управлением микроволновка. 80.08, 80.80. Контроллер, а не процессор, скорее так. Да, микроконтроллеры. Да, микропроцессоры, которые предназначены для включения в тиралку в микроволновку какую-то вот... Не понятно, что... А там система команд делалась как? Система команд делалась как? Чтобы уменьшить количество транзисторов? По барабану. Во что обойдется труды программиста? Система команд кривые каши, потому что вот... На чем программировали 16-ти речные коды, скорее всего? То есть команды, я понимаю, ПЗУшки, да? Вы там программировали, вы ставили ПЗУ. Так, алло, гараж. Программа пишется на бумаге. Бумага, понятно. Язык какой был? Программа пишется на бумаге. Машинные коды, то бишь. Программа пишется в мозгах, дальше записывается на бумагу. Дальше, вернее так, алгоритм состворяется в мозгах, дальше он записывается на бумаге. Ну, вряд ли бинарная система, я думаю, что нет. Блок схемы форма Бэксонаура, не помните такое? Квадратики, треугольники, условные переходы форма Бэксонаура. Нет, не помним, но на самом деле нет. Поищите в Википедии форму Бэксонаура. 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 Хорошо, поищем. Что это значит? Это мы на бумажке рисуем схему алгоритма. УМЛ диаграмму. Ручкой на бумажке. Ручкой на бумажке рисуем квадратик функция А равно Б плюс С. Второе. Вот на самом деле, смотрите, сегодня Shadow Shader выдавал, можно на Антона? Вот он сидит, да. Он тоже представлял сегодня графики функций, всяческие хорошие треугольники представлял, там, этой X и Y, там, нулевая, меридиан, там, мировые. Да, все это понятно, программисты есть программисты, ну, человек говорит уже как, Сев, ну, он говорит уже совершенно другим языком, я не понимаю. Ну, мы, наверное, у нас круглый стол про демосцены, наверное. Вот хотелось бы обсудить вот такой вопрос, кстати, животрепещущий. Давайте так, давайте так, у нас стол демосцены, мы уже перешли фишки какие-то. У нас есть определенные вопросы, которые нам надо решить. Можно, можно, вы очень хороший человек, вы разработчик компьютеров, это совершенно очень, ну, это базовый блок демосцены. Антон, дайте товарищу, вот, скажите, да. А я еще немножко разрабатывал такие большие-большие программы, 250 байт, 500 байт, ну, программы приблизительно для проекта... Кто писал? Алло. Горячка. Вот, приблизительно программы разрабатывал вот для Фиги, которая станция Вега, которая сейчас... Вега-еда. Вега-еда, да. Вот, вот случайно... Вот, вот случайно... Вот, вот оно, значит, почему Вега называется? Сначала к планете Венера, а потом к... Это что там Галлея? Ну, насчет названия компьютера можно пообсуждать, да. Это посидимая сцена, она и фотки фоткает, и звук пытается изображать. У него микрофоны есть. Меня всегда интересовал вопрос, почему в Советском Союзе разработчики компьютеров, танков, там, какие-то автомобили и всего остального, все равно обращались к какой-то там религии. Вега, все остальное, это же название каких-то там богов и все остальное. Так, а для меня... А почему? Секундочку. Для меня это не религия, для меня это реально разработка, за которую я получил премию. Я не хочу ни в коем случае этого задействовать, ну, просто так. Полтора оклада, 150 рублей, вот. Космическая станция, которая летит уже, вот, с моими, с моей программой на этом самом компьютере, она уже летит. Это 40-й год, и она по радиоканалу со скоростью 50 бот, мудохает на землю информацию до сих пор. Уже 40 лет. Это чем не демо-сцена? Она снимает фотки. Одну фотку она снимает, вот, она сначала ее снимает на пленку. Не, ну, это не демо-сцена, извините мне, конечно. Она снимает ее на пленку, после этого пленка цифруется сутки-двое. А после этого это фотография. Мы в космосе не летали, и программы для этого не писали, как бы, я извиняюсь. Но... Так, для марсианта... Вас мы уважаем, в этом плане, да. Демо-сцена, это немеренная демо-сцена. Чем она демо-сцена? Чем ваша демо-сцена, которая вот здесь... Бэйсика-музыка для нас демо-сцена. От Венеры сюда. На любой платформе. В наших демо-сценах нету практического применения, единственная разница. Применение... Мы это делаем по-фан. Нет, применение демо-сцены, оно несколько иное. То есть мы получаем удовольствие от просмотра демо-сцен. А я что ли не получал удовольствие от писания всего программы? Нет, это несомненно так. И в этом определенное сходство есть. Потому что если бы не было удовольствия, я бы этим не снимался. Вот. Мы еще премию при этом приплачивали. Это не совсем удовольствие. Это уже заработок. Нам-то за это никто не платит, вот при том, что... Ну, как бы, другие люди собирают марки там, кроссовки, а мы просто тратим время... Тратим время, ну, впустую, как бы... Антон, ты совершенно прав. Тут можно сказать об одном, что кто-то марки там, кто-то монет, да, правильно? Вот кто-то рыбалкой занимается, кто-то охотой, кто-то чем-то еще. Но что такое демо-сцена? Давайте подумаем. Для нас, для всех, это просто видеоряд, да, какой-то. Мы смотрим, естественно, понимая, на какой платформе совершенно бизнес, сколько это килобайт занимает. Мы все это годами, там уже прошло 30-20 лет кому-то больше, кому-то еще под музыку красиво, под эффекты и все остальное. Но самое главное, что мы видим дома, что мы видим на домопате. Мы просто приехали, посмотрели работу, а иногда бывает как? Мы просто взяли и заплакали. Естественно, естественно, это все признаются в этом. Начиная, ну, историю хаус констракшна, конечно, был онлайн, да, 95-й, 97-й, потом был фантов в Москве, потом 95-й еще раз онлайн. И, естественно, в Беларуси тоже были свои домопатии. Дело не в этом. Ребята собирались, ребята соревновались. 20 больше работ. Музыка, графика, демки, интры. Ребят, давайте, ну вот я на камеру скажу, ну, давайте делать что-то еще. Почему под какой-то домопате вы делаете, под какой-то вы не хотите, под буржуськой. Давайте делать под все, под наше. Давайте ездить на все. Вот, на самом деле, вот мы, можно камеру моего друга Антона, который тоже приехал из Беларуси со мной в Питер. Это House Construction Winter. Да, я был рад сегодня здесь выступить. Еще раз выступили, естественно, Shadow Shadow не закончился. Спасибо. Да, вот, поэтому поддерживать домосцен нужно, ездить нужно, выступать, работы делать. Не просто так где-то говорить в чатах, не просто так в скайпе где-то говорить, у нас есть там свое это все. Нет. Приезжать, делать работы, встречаться. Где-то там, да, я сейчас. Так, собственно, вот вопрос возник вот в таком, то есть как, то есть открытый вопрос, как нам привлечь молодежь вот на демопатии, на демосходку вот это вот. Не, ну мы как бы собрались, чтобы обсудить этот вопрос, то есть может вот у кого-то есть мысли, идеи там. Мысли, идеи есть такие, смотрите, в ютубе куча роликов, допустим, просмотра. А, да, пожалуйста. Молодежь сама привлечется, если она кого-то захочет, не более чем. Заставить кого-либо нельзя. Смотрите, заставить нельзя, но подтолкнуть можно. Вот даже Алексей рассказывал, что его мама в 50-х годах вот просто направила. То есть мама была вот в то время уже, как бы, наверное, более опытная, ну как бы, она уже предвидела как бы вот. И надо подсказывать просто. Вот я своему племяннику, когда ему было 10 лет, исполнилось, я ему на день рождения... Я своему племяннику, когда ему было 10 лет, на день рождения подарил БК 0010-01. Нет, 11 тысячи в природе не существовало. А вот сейчас он живет в Америке, сейчас он владелец довольно серьезной компьютерной фирмы. Буквально недели-полторы назад он в своем фейсбуке выложил, что он там какую-то крокодилку там четырехколесную купил своему ребятенку. Он сказал, ой, я в своем действии об таком и не мечтал. Я ему на его страничке в фейсбуке написал, Леш, а ты вспомни, а что у тебя было, когда я тебе на 10 лет купил, подарил вернее, компьютер в 80... По-моему, в 2-м или 3-м году. Мяу! По... В 80... В 1982 году. Или в 85-м году. Ну, что такое? Я его БК-шку... Вот такую БК-шку покупаю. Ну, одну из первых. Там у нее трехзначный номер был. Я ему подарил на день рождения. Так вот, смотрите, вы говорите, что... Он до сих пор, вот, его реакцию было... Мы сейчас говорим про Домосцену. Вы дарили компьютер или... Секунду. Его реакция вот сейчас... Да. Охренительная. Ой, я помню это, я помню это всю жизнь. Это был самый, мой главный подарок в жизни. Я гордился. Мне кажется, мне мой отец, когда подарил велосипед, я был доволен. А когда он не спаял спектрум, совершенно неадекватно, непонятно для меня. Вот, я не знаю, обрадовался я больше или нет. Но как-то до сих пор это все идет. Давайте поговорим о какой-то практической пользе. В чем польза от того, что мы этим занимаемся? Вот Алексей рассказал, что он подарил компьютер. И человек стал директором фирмы где-то в Америке. То есть давайте вот... А вот теперь рассказываю, в чем была польза. Я мальчишке десятилетнему подарил компьютер. Маленький там курс... То есть вы его купили, сами не спаяли, БК не подарили. А какой компьютер? Бля, еще раз. Как он назывался? БК0010Ш. Это был БК? Да. И что? Взятый завод. Он завез в Америку БК? Приблизительно через год после этого его родители вместе с ним эмигрировали в Америку. В Америку? Говорите. Но дальше человечек пошел учиться. Ему стало интересно по компьютерной области. После этого где-то, вот если по-нашему седьмом-восьмом классе, он выиграл какую-то олимпиаду, если по-нашему информатике. А главным призом по этой самой олимпиаде в штате Массачусетс было на год занять место какого-то там директора в каком-то компьютерном магазине в Нью-Йорке. Это вот так, вон. Вот. А после того, как человечек полгода проработал еще будучи школьником и пользуясь моими знаниями по информатике, после того, как он проработал полгода директором магазина, ему предложили стать совладельцем магазина. На сегодняшний день он один из владельцев очень крупной компьютерной фирмы. Пару недель назад мне сообщил, что он счастлив, что я ему на 10 лет подарил компьютер. Вот тебе простой пример. Вот тебе простой пример. Просто. Есть куча геймбойщиков, но их куча. Они пишут офигенную музыку. Вот. Хочу рассказать про чиптюн музыку. Есть отличие. Восьмибитная музыка от чиптюн. А какое отличие это? Какое отношение к демострену? Очень хорошее. Очень хорошее. Я считаю себя восьмибитчиком. Почему? Потому что я пишу под компьютер, который мне нравится. Потому что по-другому не умеешь. Восьмибитная музыка имеется в виду сейчас и сегодня. Есть чиптюн музыка. Чиптюнеры пишут под, допустим, какие-то платформы и все остальное. Я к чему веду? Есть большой чиптюн, люди пишут там геймбой, спектрум тот же и все остальное. Они выкладывают треки много-много, альбомы и все остальное. Вот. Демо-сцены отличаются тем. Мелодичность и всем остальным. Я к чему? Демки, которые мы любим и слышим, отличаются каким-то ритмом и всем остальным. Мы пишем под видеоряд, нас заставляют что-то делать, музыкантов и все остальное. Чиптюнеры пишут сами себе. Вот дело... Не, я скажу, я скажу себе. Издавать можно сейчас везде, то есть сейчас проблем нет с изданием. Зачем тебе демопатия? Подожди, есть отличие восьмибитной музыке. От чиптюновской. Совершенно верно. Так, секундочку. Я воспользуюсь немаскированным прерыванием. Все же, музыка это часть демо-сцены. Не отделяю... Но можно ли отделить... Да, хорошо. Да, да. Ну, как бы визуальный ряд. Можно ли написать чиптюн, не имея никакого визуального ряда? Я отвечу. Можно, конечно. Конечно, можно. Но нельзя. Что? Да не будет, да не будет у вас сцены. Нет, да... Можешь пояснить? Я пошутил, да. Это не будет... Нет, музыкант может написать совершенно все, что угодно. У меня есть куча музыкантов, знакомых, которые пишут под геймбои, под сегу, под все, что угодно. На самом деле, под NES. У нас очень качественные, хорошие треки. Но мы-то говорим здесь, сидим по демо-сцену. Совершенно верно, это просто определять как должное. Можно выбрать из альбомов их треки, там все остальное. Но есть музыканты, их очень много, очень прекрасные музыканты. Российские, не российские, неважно, белорусских много тоже, да. Дело в том, что по демо-сцену мало людей пишут. Они пишут, конечно. Привет. Привет, да. Можешь немного объяснить, что такое чип-тюн музыка? Потому что можно писать музыку, похожую на 8-битную приставку на дорогом синтезаторе, а можно писать музыку по-другому. Да, совершенно верно. Нет, ну это же базовый блок. Точно так же, как и рисование пиксельной графики. Его тоже можно делать в фотошопе. А хотите простой пример? Совершенно отвечу просто, даже запариваться не буду. Когда реально музыканты мировые пишут свои треки, да, а потом снимают под них клипы. Вот подумайте, о чем они делают вообще. Что они делают? Они сначала пишут музыку, дают ее людям послушать. Они на ура, естественно, там на корсетах, все остальное слушают. А, не, ну не факт, конечно. А потом снимают клипы. Что мы делаем, домосценеры? То же, в принципе, самое делаем. Мы для начала в комплексе, да, совершенно верно, мы даже еще титры можем написать. Вот нам... Спасибо таким людям, которые не дают домосценеру помирить с голодом. Оба человека, вот прямо в онлайне. Вспоминаем 2007 год, когда Сева стоял на награждении ЦЦ 2007, и я вот так же пришел с шашлыком, вот я решил откосплеить это. Всем привет. Спасибо, я продолжу разговор. Причем темы я не потерял. Отвечаю на вопрос. Значит, мы делаем то же самое. Музыканты, наши программисты и художники делают, в принципе, то же самое, но бесплатно для удовольствия и для своей, грубо говоря... У нас хобби есть. Хобби. Так вот, получается, что основное отличие — это именно бесплатность. То есть то, что вы пишете и выкладываете это под комьюнити-фри лицензии, то есть и вы никакого этого не требуете, то есть гонорара. Вот именно никто... Скажите, пожалуйста, этот микрофон. Никто не пишет деньги за демки никогда. Деньги за демки, демки за деньги. Это все от души и все. И нельзя разделять никогда визуальный ряд и аудио ряд. Это все едино. В этом сила демосцены, на самом деле, и демо. Это очень важно, что демосцена — одно из немногих искусств, которое полностью некоммерческое. То есть все остальное монетизируется довольно просто. А демосцена — абсолютно не монетизируемая вещь. Это не так. И это рождает, на самом деле, прикольные вещи. Сейчас просто мне нужно представиться. Привет, меня. Я первый раз на демосцене, мне очень все нравится. Я не из этой истории про демосцены знал совершенно недавно, но я занимаюсь похожей историей. Есть такое направление в современном искусстве, как аудио-визуальное искусство, которое тоже пишется с помощью кода. То есть это вид виджей, да? То есть это виджейнг? Виджейнг — одно из пациентов создания этого искусства. И, наверное, один из самых наиболее распространенных моделей заработка для аудио-визуального художника. Это виджейнг — это виджейнг. Плюс бабки и воскрепленные. Но все немножко дальше пошло. Примерно в похожую историю, только не соревновательные, а перформативный аспект. То есть есть люди, которым это нравится смотреть и слушать. Есть музыканты и художники, и они выступают в кинотеатрах, на фестивалях, где хотят, в подвалах, техноподвалах. А кто клиент? Никто не заказывает. Это типа музыка. Ну это как бы диджейнг, только с визуальным рядом. То есть это уже очень близко к дамосцене на самом деле. Они делают и музыку, и видео одновременно. А, даже так. Аудио-визуальное искусство — это где ты делаешь... То есть ты генерируешь музыку в реальном времени, то есть по сути, да? Exactly. Играешь live, и делаешь визуалку тоже в реальном времени. А, то есть это вообще все... Все-все связано. Это такой очень перформанс, такой уже очень близкий, то есть да, очень интересно. Это есть, но это как бы не совсем... Я пока еще до конца не понял, что такое дамосцены, потому что я первый раз здесь, и вижу всех людей первый раз. Мне нравится, потому что это мне близко, потому что это то, чем я занимаюсь. Но я пока не понял, что это такое. Мне нужно немножко времени. Товарищ Сева, мы все понимаем. Ну, а как ты сюда попал? То есть вот это интересно. У нас вопрос с молодежью. То есть как нам молодежь привлечь еще больше таких вот... Как я сюда попал? Слышали про Backspace? Да, конечно. Через Backspace. Есть ли мы сможем минут 20-30? В принципе, это на всех дамопатии есть. Давайте, ребят, поставим пару демок. У нас же есть? У нас же есть. Амижных хороших. Амижных хороших демок. Амиго! 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 Нет, мы, несомненно, можем поставить демки. Мы их поставим. У нас ограничение по времени. У нас всего лишь час на обсуждение вопросов, поэтому мы не успеем их посмотреть. Не, ну, в демки мы с дешевого дня мы крутим, поэтому... На некоторых демопатий, на самом деле, я наблюдал такие действия, когда музыку пишут на лету. Ну, то есть там какой-то прям язык, как шейдеры, собственно, вот программируют тоже музыку. То есть там задается... На питоне, да, я видел, там, по-моему, калмогоров такой, по-моему. Как правило, код не используется, используется... Ну, система символов какая-то, да? Нет, нет. Используется, как бы это сказать, Чаще всего используются модульные системы. Это когда ты берешь обычный синтезатор, как будто, и просто его на отдельные блоки функции разлагаешь. Работаешь. Да, да, да. Есть железки такие, есть виртуальные системы, где ты можешь генерить себе эти по условиям, при которых будет возникать музыка. Стаси, можно я тебя спросить, как ты попал сегодня сюда? Через Backspace. А это что? Это Hackspace на Черной Речке. Ребята типа организовали... Это телеграм-канал или что это такое? У них все есть чатик, телеграм-канал, офигенная комьюнити, просто там дохера людей. Это очень круто. Чем они там занимаются? Я не знаю. Понятно. То есть ты прочитал House Construction буквально 3 дня назад, 2 недели назад, месяц, сколько? Что еще раз? Сколько ты узнал назад дней или часов о этом мероприятии? И решил прийти все-таки, приехать? Это было довольно импульсивное решение. Это нормально. Ну, тебе, скорее всего, кто-то посоветовал, я вижу по глазам. Да, ну, понятно. Сам бы ты не поехал. Порт Глич, который играл вайф. Поэтому это опыт. Амиго. Амиго. Ну, кстати, мне кажется, это очень близко вот к такой перформанс. То есть мне кажется, демосцена это все же ближе к искусству. То есть вот. И как бы... Ну, у нас фестиваль, да, называется. Все называются демопатией. Вот если когда на русский язык пытаются перевести, особенно для непосвященных, они переводят его «фестиваль компьютерного искусства». А вот что такое компьютерное искусство, фактически не расшифровывается. Мне кажется, это очень близко. И вот тут, кстати, возникает вопрос. Вот у нас есть много молодежи, которые пишут, например, музыку в MP3, но, к сожалению, не можем выставить ее на демопати, потому что их слишком много, видимо. То есть 30 секунд ограничения, откуда это взялось? Вот Сева, может, нам расскажет, например, откуда взялось 30 секунд и почему это до сих пор... Мне кажется, это культ карго какой-то. Он когда-то появился и до сих пор. Пользуясь случаем, хочу передать привет Петру Соболеву. Петр, привет. И Славинскому, Славе Сво, Славинскому. Он попросил отнять микрофон. Кто-то из них попросил отнять микрофон у чувака справа, но я не знаю, кто из вас, ребята, чувак справа. Нет, справа с экрана. Он же смотрит на экран, поэтому... На самом деле, еще раз хотелось заострить внимание на том, что наше искусство... Немножко ближе просто хотят... Да, я считаю, что это очень близко и с точки зрения невозможности монетизации... Ну, как, то есть... Есть возможность, к примеру, тебе будут платить за то, чтобы увидеть тебя? Ну, имеешь в виду, что как концерт, как выступление. Как артист, развиваться людям как артистам. И это вполне рабочая модель, потому что есть ребята, которые вполне успешно турят по миру. Все такое история. Кстати, Владислав, Сева, мы можем сделать на следующем кафе... Ой, извините, еще раз. House Constructions, вот, например, Performance, где будет именно выступать, ну, как в виде вайлда какого-то, вот, например, хотелось бы посмотреть просто, как выглядит. Смотри, в чем отличие в демосцене? То есть я понимаю, о каком аудиовизуальном искусстве ты говоришь. Там в реалтайме можно, в реалтайме все эти вещи делать. Демосцена, она на самом деле, ну, более сложна в этом плане. В реалтайме вот демку делать, знаешь, и показывать тут же. Да, да, а именно демо сделать так, ну, нельзя все-таки. То, что я пока видел. И фишка демосцены – это ограничения. То есть если мы говорим про ту, которая в демосцена самая популярная, в общем-то, это старые платформы, то ограничения, они рождают определенные именно вещи. То есть именно ограничения тоже важны очень сильно. Абсолютно согласен, но это становится, получается, демосцена более спортивная дисциплина. Ну, это есть. А если ты превышаешь ограничения, что тогда? Это не демосцена, это плохая демосцена? Если ты смог преодолеть какие-то ограничения платформы, то ты крутой. А если ты взял, ну, какую-то сферическую платформу в вакууме, то это уже в вайлд попадает. Что значит сферическая платформа в вакууме? Петь, можно говорить о тебе? Ты в семнадцатом году вообще взорвал это все дело. Ты, в принципе, принял смысл какой. Ты взял на калькуляторе, написал демку, да? Не-не-не, ты написал демку вообще совершенно верно. И демосцена на российскую даже ты взял на новый уровень, в принципе. Вот. Никто до этого не делал. Потом на следующий год поехал ООН, да? Сеу был ООН, конечно. Это вся знаменитая ООН, которая на ютубах там идет до сих пор. Там и все остальное, да. Ну, ребят, ну, даже новое поколение и все остальное они делают. Это демосцены, это ООНы, это какие-то калькуляторы, там, Комодоры. Какая разница, Денди будет, Суки там или что-то еще. Давайте смотреть правде в глаза, но преодоление программируемого калькулятора, преодоление препятствий программируемого калькулятора, который, в принципе, сделан для того, чтобы его программировали. То есть, ну, это, в принципе, это такая же демосцена, как везде на других компьютерах. То есть, он ничем не отличается от обычного компьютера. Только что у него разрешение меньше. Скорость. То есть, получается, есть демосцена, которая завязана на том, чтобы использовать нестандартные вещи для того, чтобы делать... Преодолеть, преодолеть ограничения. Преодолеть. Боль, понимаете? Демосцена, давайте будем честны, демосцена это боль. Страдание, да, это есть. Смысл демосцены это преодолевать. Это основное, основное. Окей, вот, есть такая, а есть еще wild. Правильно я понимаю. Это типа, когда ты используешь все, что хочешь. Да, все, что хочешь. Здесь это представлено? На зимнем мероприятии нет, но на летнем нашем большом фестивале есть именно номинация wild. Ну, не надо считать, что wild это что-то негативное. Это круто вообще на wild. Просто идея в том, что у нас в России такое положение сложилось, что wild это вот всякие видеоролики, дичь. Да, 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 это на самом деле просто путаница, путаница, когда вместе, ну, между собой соревнуются. Ну, это то, скорее, что просто не попадают другие категории. То есть, если мы вот смотрим на зимосцену как вот сочетание спорта и творчества, то есть это вот то, что не попадает, нельзя вот его в рамки, например, когда вот есть просто интро-размер вот такой вот. И все соревнуемся в этом размере. У нас проблема в том, что в wild часто работы и зрители, которые не знакомы с зимосценой, они видят какой-то wild, на самом деле супер-крутую демку на чем-то. Но перед этим показывают какой-то ролик просто. И они, ну, ролик-то явно круче. То есть, надо понимать. Вот проблема в том, что, ну, надо прям объяснять возможности. Ну, спортивная дисциплина, то есть ты в рамках каких-то правил существуешь. Что значит показывают ролик перед этим? Ну, wild как бы видеоролики любые вообще на CC как бы были. Просто, просто видео. Человек просто смотрит видео, там, мега какие-то вещи. То есть он берет какой-то топовый, например, топовый редактор для visual, там, то есть я не знаю, там, что там, нюк, там, который коммерческий какой-то движок. В самом деле тут та же история. Ну, для меня в какой-то момент я понял, что есть категория, там, 256 байт. И для меня это было огромным открытием, потому что я понимаю, что такое 256 байт, и что туда можно написать, и чего туда нельзя написать. И когда я вижу там довольно вроде примитивную какую-то штуку, которая показывает на экране, и при этом мне говорят, это 256 байт, я в большом восторге. Но при этом я понимаю, что, чтобы это оценить, нужно больше. Важна осведомленность зрителей. Это странная история, тебе покажут там светодиодики, которые мигают, но там за этим какой-то бэкграунд очень крутой. Я считаю, надо просто рассказывать перед такими работами о возможности платформы, бэкграунда. Сегодня с корешем просто сидели и комментировали фофан, бэкграунда был. Это как мы дико угорели в автопедах. Сегодня вот обсуждали, что людям типа меня, которые не совсем понимают, что происходит, это даст небольшой типа мостик к пониманию. Да, мне очень понравилась идея комментировать Shader Showdown, потому что действительно, ну, очень много кода, и больше времени вообще ничего особо не меняется. И если кто-то будет комментировать это, это будет интересно. Да, для того, чтобы комментировать это правильно, нужно как бы не только иметь хорошо подвешенный язык, но еще понимать, что там происходит. А можно еще шоу для Ютуба, типа программист и Ютуб-комик пытаются комментировать на Ютуб-шоу? Да, но на самом деле у нас есть такие Ютуб-комики на спектрумской сцене в том числе. Кстати, сегодня он прислал работу на Вайлд, то есть мы обязательно должны посмотреть на большом экране, я считаю. Он специально подготовленный сериал, контент. Вайлда, но мы вне конкурса могли бы продемонстрировать одну из... Там есть специально заготовленная, то есть там уже прислана работа. Уже 36 выпусков. А, сейчас нацеричные, там у отца все продумано. Мне хочется вернуться к теме Вайлда. В прошлом году я сделал демку на стеллографе. И для меня это было, ну, какой-то момент я понял, в какой-то момент я запутался, а вообще что такое демосцена? Ведь у меня, ну, нет каких-то ограничений по платформе, ну, точнее, есть ограничения в виде непосредственно осциллографа. Но за этим, ну, я могу и компьютер вообще-то поставить. И я использовал стенд 32 с кучей ресурсов на самом деле, просто на чем угодно. Да, и какой-то момент я понял, что, наверное, если... Ну, для меня демосцена — это история, некая такая история про хакинг, про вирт-машин, когда есть что-то, что может выполнять код, и на этом можно сделать что-то, что будет выглядеть круто. То есть это для меня, в первую очередь, генеративная история. И тут мне вот близко, ну, там, близко то, чем Миша занимается, потому что есть генеративное искусство более, да, ну, которое не использует, у которого нет ограничений платформы, ну, в каком-то виде, но при этом оно тоже пишется, ну, кодом, какими-то алгоритмами. Не, ну, ограничение в этом смысле, наверное, отсутствие сэмплов. Отсутствие сэмплов, я даже не знаю, всем уже все равно осталось на, типа, источники. Ты имеешь в виду, что допускается сейчас использование сэмплов уже? Ну, типа, допускается ли в музыке использование сэмплов? Конечно. Ну, типа, нет различия между... Вот в этой лайф-истории, когда ты, ну, импровизируешь на лету, ты можешь использовать сэмплы как часть... Конечно. Ну, типа, используй все, что приходит тебе на ум. По-моему, это как бы основное правило. Чем интереснее это будет, тем лучше. Но сэмпл, который ты сделал вот прям на лету, или ты взял, вот у тебя там 500 мегабайт сэмплов, ты такой хоп-хоп надергал, так, бочка, бас. Ну, тут тоже момент... Как хочешь, типа, как удобнее будет, вон. Я слышал, что просто ребята на ходу заводящийся сигнал ловили. Я увидел, что... Очень тонкая грань, потому что... Если сэмплы, если имеется в виду звуковые, то и нами использовали были сэмплеры, и это проблема с обоих не приводилась. Фрагмент кода тоже сэмпл в каком-то виде. У меня есть там кучка штука, которая рисует какую-то там часть изображения. Это же функция какого-либо кода, типа, обозначить какой-то, типа, код. Это тоже сэмпл кем-то сделанный до этого. Ну, да. Как бы, если уж так вот углубляться, то... Надо все писать с нуля, просто велосипеды, рули. Очень классная шутка, что, мол, типа, не используй сэмпл барабанов, типа, наиграй все сам. Типа, можно продолжать. Не играй сам на барабанах, потому что это долго, типа... Точнее, нет, сейчас вспомню. Там сложная система, типа, сделай сам барабаны. Типа, вырасти козу, потому что, типа, тебе нужно кожу взять для барабанов. Не, ну, я понял, да, что, как бы, ты сам себя ставишь в рамке. Ну, то есть, этим-то и отличается конкурсная дисциплина, например, там, 4К, да, что вот, все, у тебя есть 4096 байт, и больше ты за них выйти не можешь. Но начинается там использование всяких пакеров, использование DLL-ок системы, использование возможностей винды, которые... Это, типа, чит-коды или это разрешено? Ну, как нет, это не то, чтобы чит-коды, просто разные платформы, например, 4К на Spectrum и 4К на Windows будут обладать совершенно разными возможностями. И поэтому можно сказать, что 4К на старом компе, на котором, ну, вот, нету вот этих вот, да, там... Ну, мне кажется, еще тоже, что это, то есть, демосцена все-таки, это генеративное искусство, то есть, мы, как бы, генерируем контент, как бы, грубо говоря, из ничего, то есть, чем он отличается от коммерции, по сути, вот, ну, и той же самой, то есть, когда у нас ограничение 256 байт, на самом деле, когда ты его пишешь, ты вообще не знаешь, что у тебя получится. То есть, у тебя есть какая-то основа, остальное все это голые эксперименты, то есть, ты просто вставляешь какие-то куски кода, пробуешь туда-сюда, то есть, это такое хобби, которое ты, оно ни к чему не ведет, то есть, вот, почему говорят, вот, вот, смотри, 256 байт, он сделал, почему такие игры бывают, там, по 30 гигабайт, а потому что он, в принципе, в 256 байт, он просто вот, ну, использовал силу математики, грубо говоря, какие-то случайные, не знаю, там, с космоса прилетел какой-то коэффициент, вот он его вставил, и получилось вау-эффект просто. Ну, космос, да, вот поэтому Демастена, почему ее, возможно, хотят приобщить к ЮНЕСКО, то есть, к какому-то, ну, как это, ЮНЕСКО, то есть, защищает то, что было создано человеком за долгое время, ну, по сути, да, это тоже создано на стыке между людьми и машинами, то есть, это вот такая грань между математикой. Это на стыке технологий и искусства, то есть, это ни то, ни другое, это именно вот на той грани, так сказать, находится вся сцена. Я уже не помню, когда последний раз выходил из дома и не слышал фразу, не то, что, типа, плохая фраза, но на стыке технологий и искусства, это прям то, что определяет 2020. А все остальное вранье, а только Демастена, не, серьезно, 100%. Вообще, я могу с этим согласиться отчасти, потому что как раз-таки, вот именно в импровизации, когда ты импровизируешь с кодом и видишь мгновенную реакцию, типа, компьютерного организма на то, что ты делаешь, я именно так это и воспринимаю. То есть, позвольте, сейчас будут спорные утверждения, не скажите сразу, искусственный интеллект. Как бы, я понимаю, что это очень большое, обширное понятие, но, как бы, оно охватывает отчасти некоторые вещи, которые, типа, демо-сцена касаются. И это потрясающе. Есть и демки с нейросетями. Ждем, когда можно будет натренировать нейросеть демками с ПОЭТа, чтобы она сама нам генерировала. Сегодня обсуждали, что это GPT-2, которая, типа, может тебе подсказывать кусочки текста. Собственно говоря, было прикольно, типа, кинуть туда весь шейдер той, типа, который есть. А, ну, кстати, да, это… И чтобы она просто, типа, на ходу подсказывала блоки текста. И ты уже мог, типа, например, такая, типа, игра. Ты как бы что-то начинает ломаться, ты, типа, откачиваешь, придерживаешь что-то другое. И такой, типа, бесконечный процесс, типа, поиска. Ну, вот, кстати, вот вопрос насчет, как привлечь молодежь к демо-сценам. То есть, не кажется вам, что современные правила, которые существуют на демо-патиях, то есть, они, в принципе, морально устарели. То есть, за 20-25 лет они не менялись вообще никак. То есть, возможно, вот, ключ привлечения к молодежи – это, на самом деле, развивать вот эту вот тему. Потому что вот пришел, отлично вклинился вот в эту тему человек, который как бы вроде бы что-то делает похоже, но, тем не менее, его не принимают в эту тусовку, ну, потому что это не 256 бай. Нет, ну… Я про эту тусовку раньше и не знал. Нет, ну, так вот. Нет, Антон, ты прав. Такой пришел. Короче, вот. Да, вот эти вот старые конкурсы, там, конкурсы ASCII, графики, вот это все, наверное, молодежи не так интересно. Да, но с другой стороны, конкурсы, например, Shader Showdown, то есть, они визуально, люди видят, что происходит. Вот это новая школа, то есть, это очень хорошо, что у нас уже в России тоже вторая демопатия, где начинается вот эта тема. И я думаю, то есть, вот, если это продолжится, то есть, на самом деле, вот еще раз повторюсь, у меня был сегодня доклад по Shader. Ну, то есть, вы поймите, то есть, это, на самом деле, писать это очень просто. То есть, если вы любите математику, то есть, если вам близки компьютеры, то есть, вот, приходите, участвуйте, вот, столы стоят. Вот, вот, за сегодня мы набрали только два участника, но я думаю, в следующем, вот, уже летом, мы уже наберем гораздо больше. Ну, несомненно, несомненно, можно и побольше людей призвать к этому делу. И, ну, тут еще, конечно, не все готовы выйти на публику это делать. То есть, было бы очень хорошим результатом, если бы по результатам этого люди дома попробовали, попытались, потому что, на самом деле, ничего сложного нет. Попробуйте. Доступные исходники. Я про рассказал, ну, много, на самом деле, доступно. Исходников каких-то, примеров. Надо просто попробовать. Это может казаться страшным. Позвольте, вот, просто, чтобы как раз-таки привлечь новую аудиторию. Формат wild – это то, что сейчас у нас интересно. То есть, никаких ограничений. И сделать шоу-даун в формате wild, где-то, например, на час, где люди со всеми инструментами, которые у них могут только быть, делают аудио-визуальную, или визуальную, или просто аудио, какую-то вот такую историю. Ну, ты имеешь в виду, что в виде соревнований или дополняют друг друга? Мы думали по хакатону. Ну, типа формат хакатон. По-моему, это прикольно. Мне понравилась идея. Действительно, два... Ну, только единственное, наверное, какие-то рамки устанавливать, может быть, тему какую-то задать. И точно так же, как было сегодня на Шрейдере, два экрана, но люди действительно берут инструменты, которые им близки, и делают что-то вот в рамках темы. Ну, кстати, интересные форматы. То есть, вот в геймдеве, например, часто проводятся такие геймджемы, то есть, когда вот два дня пати, и люди просто пилят какой-то прот, который то же самое, они не имеют никакого коммерческого успеха, как правило. То есть, это чистая дичь, на самом деле. То есть, они делают полную дичь, которую потом никуда, ну, практического применения у игры такого плана, на самом деле, никакой. То есть, посмотрели, поголосовали, все разошлись. То есть, вот, может, в таком... На самом деле, ну, если говорить про геймджемы, я сейчас тоже подумал, мы... Майнкрафт появился именно так. Что ж? Майнкрафт. Супер популярная игра появилась именно так. Есть, например, такое очень широкое движение Людом Даре. Мы в Питере проводили несколько раз такие джемы, и это очень круто, потому что есть два дня, и это тоже очень большое ограничение, потому что нет времени нарисовать крутую графику, нет времени проработать дизайн уровней, но при этом есть мотивация сделать какую-то интересную игровую механику, и очень много игр с Людома, они именно этим цепляют, они просто невероятные какие-то. Может объединить, на самом деле, то есть, это же тоже близкие такие планы, то есть, два дня, два... Не, ну да, в действительности мы проводили тоже геймджемы на ЦЦ летних, и это действительно тоже очень интересно, там, команды людей вместе делают какой-то прот, и ограничением здесь является именно время, что... Не так популярно. Ну, как, на самом деле, пока, ну, то есть, на уровне всех остальных, то есть, там, в какие-то года было три-четыре полноценных игры, которые можно было потом оценить. Вот, но смысл в том, что действительно, наверное, надо идти от старых форматов, старых курсов. Я вот по поводу старых не скажу, потому что в прошлом году у меня друг выиграл ASCII компа как раз, и вот он первый раз, он узнал демо сцену, его рассказал, он нарисовал картинку, которая заняла первое место, так что вот людям все-таки нравится старая. Ну, это вот фишка сцены все-таки. Не, я ни в коем случае не говорю, что надо упразднить все эти конкурсы, но двигаться в сторону. Вот, например, конкурс фотографии, я вот, ну, то есть, я не знаю, в какие рамки надо попытаться загнать эту фотографию. Вот, когда были фотографии, там, эти вот космические, как они там, аэро или... Да-да-да, вот, ну, как... Здесь очень, мне кажется, важно, все творческие конкурсы, они не обречены быть немного субъективными, потому что нравится ли тебе фотография, например, или не нравится. Здесь вот как раз-таки нужны ограничения по, там... Как есть, есть, редактировать нельзя и... Ну, редактировать нельзя, как ты вот выберешь две красивые, нет, редактированные фотографии, типа... Ну, просто, честно, внутренние. А, ну, хотя бы один constraint такой, типа, должен быть. Например, там, если дроновая фотография, то не ниже, там, трех километров. Или чтобы было не меньше 50% синего цвета. Да-да, тут возникают вопросы, типа, а кто судья, и как судить, и как смотреть. А это, на самом деле, большая проблема в демосцене, как бы. Не, не будем, не будем. Ну, не, в действительности очень... На самом деле, мне кажется, ответ вполне может быть очевиден, если заниматься соцсетями. Обычное голосование в Инстаграме, ВК и так далее. Это накрутят моментами. Кто накрутит? А у нас есть люди. Ну, значит, накрутят. Не, ну, да, это не будет... Не, ну... Не, ну... Не, ну, просто... Понимаешь, накручивают наши кнопки бумажки, как голосуют? Ну, здесь... Ну... Да, да, тут такое, знаешь, есть очень много, как это, старых знаний, которые... А вот, а вот, хорошо, то есть, если соски более-менее понятно, то есть там, ну, то есть соски, все это... А вот, кстати, что делать? У нас есть, например, в том же самом ВКонтакте, напомню, просто есть армия там пикселей артистов, которые как бы рисуют в ограничениях, рисуют в пикселях, но они не попадают ни в одну категорию на ЦЦ, на любое пати. А почему? Потому что они якобы не могут попасть в платформу. Хотя вот, как бы, то есть, я как-то пробовал, то есть, я, например, брал список того, что доступно по платформам, ну, естественно, я не знаю, что такое там Sega, там какая-нибудь неизвестная модель, я открываю Википедию и вижу, ну, там написано, например, 32 цвета, вот этот самый, а потом оказывается, что это не просто 32 цвета, они еще клэшированы там, еще, ну, не имея эту платформу, ни один художник, пиксель-артист не разберется, то есть, ну, я программист, как бы, там, с благолетним стажем, я не понимаю, а вот художник тем более, потому что как-то надо расширить, вот, включить их в движуху. Ну, ты имеешь в виду, что дать возможность… Ну, не, просто как-то правило подработать так, чтобы упростить, то есть, например, ну, хорошо, спектру, ладно, мы оставим для особых дедов, то есть, ну, есть же, смотри, если пиксель-арт, ну, хорошо, можно же просто сделать… На лице же есть пиксель-арт, там любой пиксель-арт идет. Ну, просто, например, 32 цвета, вполне себе ограничение, то есть, не надо конкретно… либо, хорошо, 32 цвета определенных цветов, пусть рисуют все в определенных цветах. А может просто сделать категорию wild, где нет никаких ограничений? Нет, ну, это мы говорим просто про графику, у нас есть много конкурсов про графику, но они платформо-ориентированные, то есть, ну, есть такие платформы, которые там, у них настолько специфичная вот эта графика, потому что там вывести 32 цвета ты не можешь, например, ты можешь выводить только 4 определенного цвета в одном знакомести, то есть, они вот такие, ну, очень локальные такие ограничения, которые… Просто… Не на чем проверить. Я бы с удовольствием поучаствовал в следующем, но я использую супер навороченную программу, самую, типа, хай-тек-топ для создания такого типа дерьма. Ну, это неважно, но это как бы искусство, то есть, мы оцениваем тебя как художника, то есть, твою работу, точнее, поэтому это вполне имеет право на жизнь. Ну, типа, то же самое, что нельзя, типа, делать гонки среди болидов, потому что они супер, как бы, крутые. Не, ну, это пиксель-арт, подожди, у нас просто… Речь о том, в правилах, проблема в правилах. То есть, правила CC не переписывались, ну, лет 20, наверное. То есть, они просто, по-моему, копируются из одного и из второго. То есть, там, говорит, у нас, когда товарищ был, хотел зарелизить картинку на БК, он просто не мог туда попасть, потому что там графика только ZX. Ну, а, говорит, если хочешь, можешь поучаствовать в ZX, но будешь в БК. Да, ну, в общем… Интересная мысль… Я ничего не понял. Ну, интересный бог, примерно. Меня не поймут. Интересная мысль, которая мне пришла в голову. Я просто бы набрал кучу людей, которые бы захотели поучаствовать в такой штуке, но они просто не могут, потому что… Да, но им надо простые правила, простые, понятно. Не надо платформа. Делайте вот 16 цветов определенного цвета. Ну, а чем ограничено? Пика 8 не придет вот… А почему? А подожди, а чем Пика 8 не придет? Скажите про Пика 8. Демосцена — это чисто про ограничения. Типа, как бы человек, который… Пика 8 — это тоже ограничения, тех же 16 цветов. Что не так с Пика 8? А что не так с Пика 8? Это не настоящая платформа. Демосцена — это преодоление возможностей платформы, да? Она строго ограничена. Мы уже выяснили, что она имеет свой… Но платформа должна быть какая-то определенная, которая одобрена людьми. Нет, настоящая. Просто существующая в железе. Нет, нет, нет. Это должна быть массовая в первую очередь. То есть на Пика 8 много, кстати, работ и сдается под Пика 8. Чтобы было с кем соревноваться. Вот у тебя проблема. Сейчас я подумал о том, что сейчас категория Wild, она немножко такая лазейка, потому что в ней нет никаких правил, по сути. И сейчас, как мне кажется, Wild — это не соревнование между тем, кто круче сделает в рамках какого-то ограничения. Wild — это больше про перформанс, это не про соревнование. Это просто первоз Mayo — это формата. Да, что такое Wild demo? У меня платформа, которая… Ребята, я просто убегаю уже. Хотел бы, во-первых, поблагодарить всех. Очень интересно было поболтать. Спасибо, что сделали это все. И напоследок я просто хотел бы сказать, что сейчас самые популярные бои физические — это бои без правил. Люди ходят именно на них. А бои роботов? Давайте сделаем. Не, ну типа ММА, типа все эти Конан и Макгон, это типа именно бои без правил, где нет никаких ограничений, кроме ринга. И то не всегда даже. Спасибо вам. Насчет Вайлда. Мне кажется, сейчас Вайлд это не история про то, кто лучше сделает, а история про то, кто выберет более сумасшедшую какую-то платформу, которая удивит просто самим. Ну вот, это перформанс. То есть я к тому и веду, что это просто показать шоу в разных форматах. У кого-то есть песня, у кого-то вот демка. То есть как оценивать песню и демку, то есть как на Дехальте было. Победила, по-моему, песня. Ага, да. В этот раз, да. Вот, например, летом в Вайлде были очень много хороших работ. Они все были совершенно разномастные. И вообще непонятно было, как их оценивать. Да, сложно оценивать. Потому что я к своей демке критически отношусь. То есть она недоделанная была именно как исполнение ее. Оно было такое себе. Но она была необычная своей реализацией. И, по-моему, именно за счет этого она как-то взяла первое место. И мы сейчас говорим, у нас есть куча категорий с очень старыми платформами, в которых можно соревноваться. И при этом у нас есть Вайлд, в котором попадают новые платформы, но в них нет соревнований. Может быть, есть возможность как-то выбирать какие-то новые платформы? Вот Pika 8 идеально на этот формат. То есть оно простое, не требует железа. Просто вот в плане соревнований. Если Pika 8, просто остальные новые платформы, они массово с ней наберут, даже чтобы хоть две работы были в категории. Просто пусть это будет соревнованием. На самом деле, мне недавно... Не, понимаешь, вот старые платформы, да, то, что одинаковые все ограничения, и ты можешь выбирать именно технический уровень. Одна платформа. А если мы берем новые, то, я говорю, критическая масса пользователей у новой платформы не набирается. Ну, Pika 8, но я вот не знаю, на счет Pika 8. Ну, она Pika 8 немножко не то, потому что она платная в первую очередь. Но у нас есть аналог вполне отечественного производства TIG 80. Отличная платформа и, по идее, имеет те же самые ограничения, и также разрабатывается в open source. Скорее, наверное, вопрос... Да, это я ехал в глух стол, прямо посередине находится. Вопрос, наверное, не в массовости. Ну, то есть... Не, чтобы конкурс состоялся. Просто одна работа в категории – это не конкурс уже. Как по мне, здесь вопрос не в массовости, а в... Как по мне, вопрос не в массовости. Ну, то есть я не... Я могу сделать демку под платформу, которая не пользуется каждый день. Я просто сяду, у меня возникнет какая-то идея, я сяду и буду там месяц изучать ее, писать под нее демку. Нет, платформа не найдется второго, который под осциллограф напишет ее. Если заранее анонсировать эту платформу, например, за полгода, то люди... Ну, хорошо, я должен за полгода сначала купить осциллограф, а потом на нее еще демку пилить еще, чтобы просто посоревноваться с тобой, да? Может быть и так, почему нет? Ну, почему? А зачем? Ну, как бы, то есть вот... Нет, мало людей будет... Массовая и проста. Да, да, да. Нужна, ну, реальная... Windows на самом деле очень массовая. Вот с простотой у Windows проблема, потому что мало кто... Да, вот мы как раз и пришли к Pico 8, что вместо того, чтобы купить железную, ну, железку настоящую, люди сами себя загоняют в какую-то, ну... На самом деле... Нет, ну вот мы выбрали критерии, то есть массовость и дешевизна, то есть... Сегодня была лекция про Spectrum, и, кажется, на ней не было Spectrum. Ну, не было настоящего Spectrum, но при этом мы что-то сделали, скомпилировали код, запустили его, и, ну... Ну, не было, наверное, но это эмуляция настоящего. И вот тут... Это большая... И тут, кажется, все размывается. Не, разница в головах, на самом деле, то есть это такое... Да, да, ну, то есть в конце концов ты можешь запустить эту работу на настоящем железе, ну, и на самом деле интерес как раз заставить работать ее там на всех модификациях этого старого железа, потому что есть там плюс два, плюс три там черные, серые, как бы, ну, то есть все со своими особенностями. Вот, и как бы вот эти вот ограничения, ну, я не знаю, в принципе, как идея тоже, что каждый год иметь какую-то выбранную одну платформу, да, и чтобы под нее делались игры. Ой, ну, нет, ну, подожди, давайте сначала решим проблему с наличием работ в принципе, как таковых, то есть чем сначала ограничивать их до уровня платформы, там, резать, начнем, то есть вот, что только под спектром, только под два плюс и только там под осциллограф. Мне кажется, как раз проблема отсутствия работ именно в том, что, ну, для меня, как, я не очень давно в демо-сцене, на самом деле, и для меня всегда это была какая-то история про какую-то археологию, то есть какие-то очень старые ребята, очень старые ребята. Так оно и есть. Деды. Да, деды собрались, пишут под какую-то древнее железо, типа прикольно, конечно, какое-то, ну, культурное явление, но я вообще, типа, не ассоциировал себя с этим. И когда я пришел сюда, я понял, что, ну, вообще-то, это куда более широкая история, чем вот копание в чем-то старом, а это как раз история про как кодом сделать что-то, и оно будет красиво, и… Да, да, да. И я в этом увидел какую-то мотивацию делать что-то. И мне кажется, что если мы будем как-то, может быть, подавать это по-другому, то и это приобретет больше массы. Ну, вот, кстати, это хорошее подавание, действительно. У нас есть платформа APC, да, Windows, все такое. Да, и работ очень мало. То есть, несмотря на то, что она супер доступная, есть куча… Но она сложная, вот в чем проблема ее. Которые занимаются… Те, кто освоил Windows, они уже работают, скажем так. Нет, просто куча людей, которые именно умеют, могут, но демки не делают. Хотя возможности все у людей есть. Я не знаю, в чем здесь проблема. Нет, потому что она сложная. Подожди, вот, кстати, вот, опять же, в чем хорошо… Нет, люди, которые занимаются геймдевом, они уже умеют полимонтировать. Да, да, им это не нужно, в принципе. Но они не пытаются демо делать. А зачем? Я не соглашусь. Но тут, конечно, вопрос, в какую категорию это отнести. Но если говорить именно про PC и про то, как выглядят там большие темки на компьютер, то, что сейчас называется модным словом медиаискусство, генеративная графика, все остальное, это же очень похоже на демосцену. Это похоже, но… И этим занимается сейчас огромная куча людей. Да, да, и эти люди при этом демки ни за что не делают. Вот смотрите, вот если вот рассматривать вопрос, почему нету молодежи, то есть и все, и почему нет демок на Windows, то есть я считаю, что это на самом деле корень одной проблемы, то, что, во-первых, то есть у нас почему прижили спектрумы, потому что, во-первых, мы были молоды, во-вторых, спектрум — это адскиль просто, по сути, то есть, ну, как бы там выучить пару команд и изучить. И фактически это была единственная платформа, она была простая, к освоению, и все на ней как бы что-то делали. И сейчас появился Windows. Есть молодежь, которая готова этим делать, они страдают там ерундой, они хотят что-то делать, вот хотят творить. Но им не хватает такой простой старта, такой планки, куда они могли прийти, как на спектрум, сделать свои 8-бит. То есть вот Pika 8 как раз-таки возможно и закрыла бы вот эту нишу. То есть порог был бы ниже, например, для входа в демосцены. Вот в чем вопрос. Сейчас, кстати, вот Сева когда-то в свое время сказал такую мысль, что Windows он больше мешает, чем помогает в плане платформы для соревнований, потому что на самом деле, если делают делку под Windows, она может отличаться просто в разы. Она может выглядеть как кино под Unreal, например, либо она может быть вообще 8-бит, такой дикий трэш и угар там. Поэтому вот ограничить, вот к сожалению, как разграничить, Windows она настолько широкая платформа, что вот не хватает ей просто, я бы хоть на самом деле, и вот такая была мысль, то есть наложить фильтр вот перед экраном, мы просто накладываем фильтр, который показывает только 8 цветов, например. И все должны просто под этот фильтр писать. Да, она под Windows, но она только 8 цветов там, например. Или ограничивать скорость так, что вот только 6 фпс и все. То есть вот в таком плане. Только бипер разрешить, только бипер. Или только бипер, вот почему нет. То есть как бы идея технически это достаточно сложно реализовать, но вот что-то вот в этом плане надо. На самом деле под любую платформу, ребят, подождите. Вы говорите, да, какие-то ограничения и все остальное, но под любую платформу всегда писались демки, которые были совершенно вообще, ну, невообразимо красивые и культурные. Тот же Amiga, вспомните, Commodore, там тот же Spectrum 90-е годы. Мы смотрим до сих пор дома, сами себе под одеялом, включаем свой Spectrum плюс 2, смотрим вот эти демки, да, вот, естественно, мы от них офигеваем. Не буду называть группы, там совершенно понятно, не нужно называть там имя, фамилии, там и все остальное. Мы их всех знаем, прекрасно понимаем. Тот же наш любимый Spectrum. Возьмите любую демку 90-х годов, начала 2000-х. Ну, это, ну, профессиональный сделок. Понятно, что там эффекты украдены из Amiga. Это мы все понимаем до сих пор. Что сейчас происходит? Сейчас происходит, конечно, вот это все, ну, вот о чем подумали все, совершенно верно. Это больше религиозный вопрос, на самом деле, на чем пускать демки. Антон, берутся гифки, они просто перегоняются в графику, совершенно через PC все. И это не домосцена, почему? Не, ну как? Так, на самом деле, нет. Это домосцена. Домосцена, но она другая. Раньше, возьмите те же атрибутные, вот прекрасная вещь. Ну, можно в них написать, сделать эффект, тот же бублик, фонго, там все остальное, туннель там квадратный, все что угодно. Ну, на самом деле, вот вспомнить ту же самую Амигу с ее туннелями и прочим, это же всегда были анимации, по сути, там несколько кадров, которые еще на спектрум переносились, вот эти вот эффекты с бесконечными туннелями, 4-5 кадров, и вот... Это, смотришь, палитры нам на Амиге было сделано. Ну, как, ну, по разному. Нет, на Амиге часто были видеовставки прям конкретные, но они были конкретные, ты понимал, что это видеовставка. Да и много того, что ты не понимал, это видеовставка. То есть, оказывается, вот и он, демка ТБЛовская последняя, то есть я не в курсе был, что ее захейтили, и мы в плане того, что там очень много... Да нет, никто ее не хейтил, это все, есть просто несколько токсичных пар, токсичных людей, которые сделали так, как будто вот действительно есть какой-то массивный... Хотя говорят, что там все анимация, кроме кубиков. Это на самом деле кубик, это тоже анимация, потому что, то есть я такие же делаю на шейдере, я представляю, что это, в принципе, это то же самое на рендерные кадры, и они показывают просто с разных фреймов. Нет, на самом деле последние спектрумские демки, я вам скажу одно, эффект за эффектом, просто вот, ну, наболело мне, допустим, смотри, оно красиво, оно нормально, иногда реал-тайм бывает, ну, просто... Нет, математика везде одна и даже. Эффект за эффектом, но насчет амиговской ООНа, я тебе скажу одно, а там была идея, там было красиво, мод этот писался, там, наверное, я разбирал его, тоже были форумы, все остальное, там это все сложно и прекрасно все, на самом деле, но демка прекрасная, она хорошая, даже если она была сделана кое-какой графикой, там ее много совершенно. Так нет, ну это же самостоятельная графика, это же не кто-то взял гифку из интернета, надергал картину. Да-да-да-да-да-да-да, рисовалась под демку, там была идея, если сейчас говорить о спектрумских, последних демках, совершенно верно, что там просто графика, эффект за эффектом, неплохая, в принципе, музыка, но, ну, это не то, сюжет ничего нету, ну... Не объединенные одним сюжетом, ты имеешь в виду. Давайте делать под музыку эффекты, поморгаем бордюрами. В старых, в старых демках, часто тоже не было сюжета, но они при этом выглядели суперцельно и четко, и... Ну, то есть, в твоей же демке была какая-то сюжетная или нет? Не было сюжетная. То есть, вот... Потому что, да, просто эффект за эффектом, но устал. И место, напомни, пожалуйста, какое ты занял? Четвертое. Ну, вот... То есть, в принципе, неплохо, да, я доумею. Это первое на спектруме, что он писал? Не, подожди. Ну, не первое на спектруме, но... Третье, по-моему. Ну, 206. Ну, то, что у нас, как бы, имена релиза... Нету новых идей там на платформах, в принципе, это же не платформа виновата. То есть, математика везде одна, правильно. То есть, шейдеры, на самом деле, это та же математика, то есть... Это математики, возьми микрофон, пожалуйста. Ну, подискутируем. Математика везде одна, условно говоря, а сложности реализации... Ну, да, то есть, тебе нужно сначала тот же самый синус, заготовить табличку заранее. Естественно, естественно. Сделать какие-то фреймы, да. На спектрике-то было гораздо сложнее, условно говоря, сделать. И гораздо более продуманно надо было это делать, чем просто на условной Амиге. И можно было табличку даже не считать, а просто взять... На Амиге же умножение было, по-моему. Ну, функцию воспользоваться. К примеру. Ну, да, но у нас как бы вопрос, как нам привлечь новые работы. То есть, вот, то, что это было сложно, на самом деле, это вообще не добавляет. То есть, вот, если сейчас нас смотрят, вот, принципиально, ну, такой же товарищ, как вот к нам приходил, который первый раз на демопатии, и вот то, что мы их пугаем, что это было сложно, вот, там, деды воевали, а вы тут хотите вот тут на этих быстро до 3D Max или с гифок нам кидать демо, то есть, это не привлекает молодежь. Ну, нам надо взращивать, наверное, таких молодежь, то есть, уже как бы... То есть, вот, для этого мы и организовываем такие пати, чтобы, как бы, люди, как бы, знали об этом, что не забывали, но, опять же... Ну, они знают, но они станут делать демки. Почему не станут? Ну, вот... Которые они даже не знают. Вот это твоя первая же демка была, да? Да. То есть, он пришел и сделал демку, то есть, вот, видишь, что, как бы... Вот товарищ тоже, то есть, ему... Сколько тебе лет? 24, да? 22. Даже 25. То есть, молодежь, как бы, она... Ну, относительно наска молодежь. Нет, ты понимаешь, я не пришел на ТЦ, такой, надо писать демосцену. Я пришел на ТЦ, потому что уже знал, что такое демосцена, спектрум и так далее. Нет, ну, молодежь есть, готовая писать. Люди, которые вот зашли, они часто посмотрели и ушли, как бы. Откуда ты узнал вообще о спектруме и демосцине? Он питерец. Ну, как... Я с Камчатки узнал о спектруме и спектруме. По-моему, ты демосцена... Ты скачал эмулятор, скачал ТРД. Нет, какой эмулятор? Настоящий железный спектр. А, подожди, подожди, подожди. А какие образы ты туда грузил? Куда? Ты что, купил спектру, получается? Нет, нет, нет. Потому что я был мелким пацаном, и мне как мусор скинули просто. А, ну вот... Вот. Значит, вопрос. Значит, надо скинуть мусор, да? Да, да, да. Вот оно, оказывается. Я как бы смотрел, я не понял, сколько демосцены, я просто включал, и я такой, класс вообще, что это? Да, потому что по сравнению с играми, да, когда тормозят и фликчерят, фликерят, и демосцена была с чем-то... Не, не, просто у тебя какой-нибудь дизи фликерит, он прыгает, а тут у тебя 3D-куб крутится и без фликеров сей. Да, да, да. Он фликерит. Небольшое объявление, небольшое объявление, что в пол седьмого мы устроим финал шейдер шоудаун. Мы, те же самые участники, которые разминались в первом матче, сразятся еще раз. Вот, поэтому нам надо потихонечку настраиваться. Будет... Будет. Так, где твоя флешка? Надо начать процесс копирования. Опять сказать. Ребята, где моя флешка? Она вот здесь в кармане. Хотя я не знаю. Так, ну вы продолжайте. Комодор Омега. Не, на самом деле... Скинул респектом, и ты начал писать на нем. Стол продолжается, да? Да, да, да. По поводу... Не. Это великая проблема, как людей на нем в сцену затащить, потому что люди знают даже... Мне хочется вставить... Да нужно желание, не, нужно... Не, ну, нужно на самом деле желание, а у людей его нет, то... Да не важно, что стрим. Дело в том, что, смотрите, есть хорошие демки и плохие. Вот чем отличаются хорошие от плохих? Как вы считаете? Давайте каждый... Нет, это нормальная тема, которая интересует всех, поверьте. Пускай потребляют. Если ты хочешь нажать пробел, то это плохая демка. Я к чему веду? Да, при чем здесь спектрум? Есть Амиго, Комодоры, там все остальное. Нет, давайте будем честны, российская сцена... Давайте Atari возьмем, там тоже демок много. Наверное, три штуки есть, но... Нет, там четыре, но... Но четыре с половиной, как обычно. Ты хочешь ответа на свой вопрос или это просто риторическое... Нет, я хочу не то, что сам ответить на свой вопрос, а ваше мнение получить. Я воспринимаю демку, когда я смотрю на нее или слушаю ее, все-таки как некое произведение искусства. То есть я оцениваю примерно по тем же критериям, по которым я бы оценивал какой-нибудь фильм. То есть типа... Вот, подожди, подожди. Вот, вот, вот. То есть смотри, видео, ряд... Стой, стой, подожди. Плюс музыка, конечно же. Есть одна важная очень ремарка. То есть, конечно, я смотрю на демку, смотрю какие там образы, какой там сюжет, какая там музыка, но при этом у меня в голове висит инфа, что эта штука генерируется, на какой платформе она генерируется. И это... Совершенно верно. Для меня, как для человека, который понимает, ну, что там внутри, это очень важная составляющая именно моих эмоций от воспринимаемого. То есть если я слышу какую-то музыку... Да, если эта музыка сгенерена, там, на, ну, там... В 4К, как бы так, в 64К даже. Ну, типа, да, если... Грубо говоря, если я знаю, что там это бипер, который может быть только там включен-выключен, и он при этом вот выдает вот это, я не буду это сравнивать с каким-то треком, который там сделан с помощью ПК и какой-то новой программы. То есть все мы оцениваем демо, мегадемо, интро и все остальное, как положено нам? Мы оцениваем с точки зрения... Ну, с точки зрения платформы, ее возможностей, музыкальных и всех остальных. Для меня это важно. Для меня я делаю... Вот, 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 молодежь смотрит, смотрит на вот эти наши 8 бит фигни какие-то и говорят, какой отстой просто. Я к чему и веду. Молодежь смотрит и думает, какой это отстой, что это означает, совершенно верно. Какие-то звуки непонятные. Вставляет картридж даже в дэнс человек, там идет демка, ну, понимает, там что-то остальное идет и все. Что это? Как это? Всегда демы, это было соревнование, в первую очередь, тернекодеров. Я, наверное, не расскажу страшную тайну, но в первую очередь, соревнование кодеров... Не, ну для кодеров существуют более традиционные... Как это сделано? Сайс-кодзинг обычно. А дема это уже совместное искусство больше всех участников команды. Сейчас дема уже, да, немного скурила, в плане, что уже проще сделать все. Есть много кучи инструментов, на которых можно запилить демку, не обладая какими-то знаниями. Но в начале 90-х это было соревнование чисто людей, которые обладали техническими знаниями. Все понятно, как было раньше. Мы все обсудили уже абсолютно, все знают, как было раньше, почему это так произошло. То есть культурный феномен дема-сцены уже давно всем известен, но нам как-то надо двигаться дальше, и поэтому надо что-то предпринимать вот новое. Я хочу продолжить... Невозможно заставить людей делать то, что они как бы не хотят. Просто об этом никто не думает, наверное. Я хочу продолжить свою мысль о моем отношении к дема-сцене. Ну вот я сказал о том, что держу в голове, что это все сделано каким-то кодом, с какими-то ограничениями платформы, и для меня это важная часть моего восприятия. И, конечно, да, человек, который не умеет программировать, он, наверное, не сможет снизить 26 демку, в которой не особо что-то происходит. Но при этом есть другая... Я вот сейчас подумал немножко, есть другой аспект, который важен для меня. Я понимаю, что это именно генеративная история. Это что-то... Типа есть какой-то код. Это не так, что изображение нарисовано человеком в графическом редакторе. Как ты относишься к платформам? Хорошо, то есть тот же самый код абсолютно. То есть, например, Z80 на спектруме и Z80 где-нибудь, ну, не знаю, там... На БК. На БК. На БК. То есть калькулятор Z80, например. То есть он... Этот сам, TS-Conf, в конце концов, там... Почему они, в принципе, имеют похожие платформы? Ну, поначалу, да. То есть все просто соревновались. Надо не забывать, что дема началась с взлома игр. Дема как история появилась позже немного. Намного. Это сейчас уже просто искусство, которое вот мы сделали и смотрим как историю демку. А раньше было просто соревнование техническое сугубо. Я говорю про начало 90-х. Сугубо. А начало еще, 80-е. А сейчас, смотрите, вот сейчас, ну, опять же, мы ведемся к Windows, где нету никаких, в принципе, ограничений. То есть это очень... Вот это проблема, на самом деле. Вот даже 64 килобайта, то есть вот... Такие пакеры, такие пакеры, что... Сейчас, на самом деле, вот есть, когда появились шейдеры, когда появились видеокарты, которые способны выполнять целые программы для одного пикселя, то есть одновременно. И это очень сложно. В дема-сцене нужны ограничения. Ограничения нам нужны. Нужны, нужны. На самом деле, смотрите, возьмите любые консоли. PlayStation, там, Xbox, Dendy, все остальное. Давайте их выдумаем. Не надо брать в старые... Люди писали всегда игры под эти консоли. Консоли их море, на самом деле. Но домосцены такой никогда не было. Было с Xpectrum, плюс два, плюс три, и все остальное. Мы писали всегда работы, которые, понимаете, писались игры. И за бордюр мы заходили. Ну, что не было, было. И вот такие эффекты, и все остальное. То есть, как всегда люди говорили, вот сейчас говорят, то есть, типа, домосценеры делают игры и демки, которые превосходят, грубо говоря, значит, ранги этого процессора, видеокарты и все остальное. На самом деле нет. Не превосходят они. Просто те люди, которые делали игры и все остальное, они не доделывали, они в рамки в эти включались и не доделывали для того, что мы делали больше. Давайте сравним, Саня, потраченное время. Вот мы тратим время, например, на создание дем, ну, имею в виду демомейкеров. И есть люди, которые играют в игры. То есть, вот, в принципе, мы играем... Я играю в игры. Ты играешь тоже. Значит, ты ламер, по большому счету. Нет, ты тоже ламер, ты тоже играешь, я видел. На искусство ты можешь писать в это время музыку, а ты играешь чужое творчество, причем коммерческое, которое люди за это деньги зарабатывают. Когда в жизни? Ну, то, что не платишь за игры, это твой вопрос. Я плачу за игры. Мы пьем пиво, а то же это, как бы, коммерческая тема. Почему людей тянет больше к играм, например, а не, собственно, к творению их, то есть? Потребление проще. Ну, это, да, это, кстати, такое... Ну, потребление проще. Ну, в принципе, сложно, да, это такая... Ну, ты должен писать, придумывать, а тут, как бы, потребляешь качественный контент в стиле каждый день игра выходит. Вернемся о подавании, как надо правильно подавать демо-сцены, может, именно надо ее подавать, как способ именно своей мозги, свой творчество направить по правильному вектору, то есть именно... Винишко-тян победят сцену. То есть ты имеешь в виду, что гики-то плохо, там вот эти... Нет, 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 просто... Касплей, то есть все ненавистные. Да, 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 может просто прийти очень много таких... Не, ну мы про генеративное, то есть нам просто... Сцена, понимаешь, она все-таки... Ну, мы, конечно, все фрики в какой-то мере. Ну, как бы, да, вот, для фриков появился YouTube, который могут свои там вот какие-то фрик-болезни выкладывать на всеобщее обозрение. Мне кажется, демо-сцена не стоит превращать в такое. Не, ну она уже этим является, просто единственное, что... В большей мере. У нас есть какой-то комьюнити, да, то есть это, кстати, очень важный такой аспект, то есть то, что люди постоянно варятся и как бы друг друга уже знают, есть какое-то уважение, то есть это вот такой важный аспект. Короче, то точно можно сказать, это надо порог вхождения снижать. Это прям 100% в цену вообще. Порог входа в плане на Windows, то есть не то, что сначала иди купи себе этот самый компьютер, желательно спектрум совместимый, а потом под него что-то создавай. То есть нам нужны ограничения и мы их должны как-то ввести. Нужна платформа настоящая. Ага, почему настоящая? Настоящая стоит денег. То есть, соответственно, кто-то на этом наваривается, кто-то должен ее выпускать. Пускай в эмуляторе сидят, нужна при этом железка, на которой можно показывать как минимум. А железка, ну, причем тоже железка к сцене, то есть мы не железячники, мы как бы занимаемся софтом, математикой. Ну, дима, сцена определенно все-таки к железу имеет отношение. Возьми какую-нибудь тенди, там, с муратика, там, с сега, там, вообще там спрайты, там, надо знать, куда часовать, какое время, если ты играешь. Ну, на спектру, в принципе, за лучом надо бежать, так что это все-таки к железу. Ну, хорошо, если на спектру, то есть, давайте сделаем просто, хорошо, то есть, а у нас это без спектру. Хорошо, смотри, вот мы завтра собираемся и делаем свое, там, цитки с пика, там, тика, пика 80, короче, вот. Да, мы сделаем слова, только с ограничением спектру, он говорит, что для этого нужно. Мы делаем, там, 16-15 цветов, диктываем знакамиста, клешем. Я читаю, я читаю, зря застрали текст у нас в российской фотосопке, потому что, по сути, новая платформа, там можно, ну, вот этот бургский процессор делать, ну, там, под всеми герцами какую-то возможность настроить, по сути, можно использовать комбинатор C, чтобы на эту платформу сделать какую-то демо. И, в мой взгляд, это порог каждения, именно C, а не ассамбер, но снижает. Не, порог каждения у него просто 300 долларов за коробку, вот и все. Это, по сути, это просто коллекционное здание, это не больше, не меньше, это не новая платформа, это не развитие. Это симуляторы, это абсолютно вещь, по-моему. Если кто-то не хочет покупать, пускай не покупает. Просто я думаю, что, ну, что-то, где на C можно писать, и при этом это все-таки железо существует, и что-то такое. Можно, ну, там, скорость, ускорение вот это. Ну, надо, если можно писать на C, вот, Ширу писал свои сединки на C, последний на этом. Ребят, мне хочется, ну, я... Ребят... Не будет, не будет, не будет. Я хочу сказать, наверное, я хочу уже закончить как-то, ну, свое участие, может быть, и вообще, короче, есть у меня такая мысль, я не знаю, смогу ли я как-то правильно достать из головы видеть слов, но... что-то такое, чтобы другие посмотрели и восхитились, и кажется, что эта история, когда, тогда она была очень популярной, потому что тогда и компьютеры были не очень популярны, на самом деле. Это было... Это было, правда, не очень популярной историей. И никто... Сейчас, сейчас, каждый второй пишет программы, тогда программы писались с единицами, и... И тогда я включал компьютер, и у тебя был бейсик по дефолту. Тогда как раз фор-произнение был супер-нулевой. Серьезно, ты включаешь компьютер, команда последовала смысл в том, что... И у тебя сразу бейсик. И шри, блядь. Я абсолютно с этим не согласен. То есть, мне кажется, что в тот момент сделать что-то Впечатляющее было намного меньше, чем сейчас. Сейчас, ну, Господь, ты ввелешь операционную систему, у тебя там есть браузер, у тебя там есть куча готового софта, библиотеки, ты все взял и твёрдил. И ты получаешь... Потому что сейчас порога жизни ниже, чем был тогда. Выше, я считаю, выше. Программирование выше порога. Сейчас тебе надо Node.js настроить, консоль что-то там улучить, блин. Да, да, сми паром, конечно, часто больше, потому что люди привыкли возвращать в массив, как бы, с какого-нибудь кода, и заботиться о том, что память занимает. Какая-то программирование как-то функциональная, да. То есть люди привыкли вообще заботиться, что сейчас там время процессов заходит. Да, оптимизация, какие оптимизации, так все тянет. Какая-то тут уношения нет, все, вообще-то пам, просто. Спасибо большое всем, я вам сейчас купил. Да, мне не обращается, я вам сейчас купил. Спасибо. 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 Спасибо.